Беларусь Как всегда на нашей импровизированной съемочной площадке присутствует комиссия, которая будет следить за ходом розыгрыша и, если что, вносить свои коррективы. Будем надеяться, что все сегодня пройдет гладко, как и обычно. В составе комиссии у нас сегодня Александр Петрович Стельмах. Здравствуйте. Елена Александровна Василькова. Здравствуйте, Елена Александровна. И Виктория Владимировна Малюк. Здравствуйте, Виктория Владимировна. Что необходимо было сделать для того, чтобы вообще потенциально стать победителем или вообще участником нашего розыгрыша? Для участия в игре необходимо было выполнить следующие условия. Иметь зарегистрированную карту заправка, либо приобрести данную карту заправкой и заполнить анкету участника программы заправка по 30 апреля 2022 года, указав при этом свои достоверные данные или подтвердить корректность ранее указанных данных, а именно фамилию, имя, отчество при наличии, дату рождения, номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи в международном формате. Населенный пункт, а также адрес электронной почты. Это очень важно, чтобы данные были корректны. Предоставить согласие на обработку персональных данных и участие в рекламной игре путем предпроставления отметки в личном кабинете на сайте azs.belarusneft.by. Совершить покупку топлива на АЗС сети Беларусьнефть на сумму не менее 30 белорусских рублей, желательные как бы и более, в одном чеке в период с 1 по 30 апреля 2022 года, включительно с использованием карты заправка. Участнику игры присваивается один номер участия за каждую первую покупку, совершенную в различные даты и в указанный период. Таким образом, участнику может быть присвоен только один номер участия в календарный день. Что касается призового фонда. Во время проведения игры разыгрываются следующие призы общей стоимостью 49 458 белорусских рублей 70 копеек. Главный приз это денежный приз на сумму 30 тысяч белорусских рублей и денежные средства для уплаты налога в размере 4458 рублей 70 копеек. Что касается утешительных призов, их аж 300 штук. 300 сертификатов на приобретение товаров, включая топливо и услуг, реализуемых на сети заправочных станций Беларусьнефть номинальной стоимостью 50 белорусских рублей. Каким образом мы будем определять выигрышные номера? Определение номеров проводится в несколько этапов. Для проведения розыгрыша нам понадобится специальный вращающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. Барабан, видите, он вращается, он непрозрачный и он специальный. 10 шаров. Вот они здесь, вы их все будете видеть, когда я буду вам их демонстрировать. Определение выигрышного номера участия получателя главного приза происходит путем его формирования поразрядно слева направо. В общем, стандартная процедура из номеров шаров, последовательно извлекаемых из барабана. Организатор дополнительно определяет один альтернативный номер участия победителя для главного приза. Альтернативным победителем становится участник игры с номером участия через 5000 номеров от победившего номера. На всякий случай. Определение выигрышного номера участника игры получателя утешительного приза происходит следующим образом. Формируется номер участия первого получателя утешительного приза тем же способом, как и главного. Следующими 299 победителями становятся последовательные участники игры с номерами через каждое 600 номеров от последнего выигрышного номера участия. Как вы понимаете, все 300 мы не будем доставать, иначе жизнь и так коротка, и тут вообще скоро уже метро закрывается. Для каждого утешительного приза определяется один альтернативный победитель, которым становится участник игры с номером следующим за основным выигрышным номером участия. В общем, я надеюсь, эта информация была всем полезна и, можно сказать, жизненно необходима. Приступим к розыгрышу. Вначале мы будем определять, кто же является обладателем главного приза. Это у нас 30 тысяч белорусских рублей и сумма, необходимая для того, чтобы погасить налоги. У нас принимает участие 754 440 номеров. Это значит, 754 440, это значит, что вначале в барабан мы должны поместить шары с цифрами от 0 до 7. Ну, а дальше уже будем смотреть, что будет происходить. Итак, барабан пуст. 0. Буду демонстрировать зрителям и нашей комиссии. 1. 2. 3. 4. Осталось чуть-чуть, потерпите. 5. Я больше себе, наверное, чем кому-либо. 5. 6. Точка внизу, обратите внимание. Это очень важный момент. Точка внизу, это 6. И 7. В барабане находится 7 шаров. Я сейчас вращаю барабан. Извлекаю первую цифру, от которой будет зависеть, какие шары дальше останутся в барабане. Не глядя, еще раз перемешаю, какой-нибудь шар извлеку. Это цифра 3. Цифра 3. Первая цифра выигрышного номера обладателя главного приза. Возвращаю шар обратно. Итак, у нас в барабане сейчас шары от 0 до 7, как были, так и остались. Это значит, что нужно для определения следующих цифр, да, выигрышного номера, нам нужно, чтобы в барабане каждый раз находилось количество шаров от 0 до 9. От 0 до 7 там сейчас находится, как вы помните. Я туда кладу шар с цифрой 8. И 9, точка внизу. Коробочка наша пуста. Закрываем. Я пока это запишу для себя, чтобы потом свериться с нашей комиссией. Цифра 3. Первая была. Итак, вращаем барабан. Итак, на кону у нас 30 тысяч белорусских рублей. Извлекаю второй шар. Это у нас точка внизу, вы помните. 6. 6. Возвращаю шар обратно. 3. 6. Итак, у нас в барабане снова шары от 0 до 9. 0. Следующая цифра выигрышного номера, это цифра 0. Возвращаю шар обратно. 3. 6. 0. Мы уже на полпути. Извлекаю шар. У нас снова 0. Такое тоже случается. Возвращаю шар обратно. 3. 6. 0. 0. Участников много, но кому-то приз обязательно достанется. А потом мы попробуем до него дозвониться и поздравить его с этим чудесным событием. 4. Возвращаю шар обратно. 3. 6. 0. 0. 4. Итак, последняя цифра. Кому же достается 30 тысяч белорусских рублей. 9. Точка внизу. 9. Точка внизу. Так, сверимся. 3. 6. 0. 0. 4. 9. Сейчас комиссия найдет, кому был присвоен этот номер. А каждый человек знает свой номер. У них есть... Вербицкий Константин Андреевич. 87-го года рождения. Из Борисова. Вербицкий Константин Андреевич. Из города Борисова. Сейчас мы попробуем до него дозвониться, потому что у нас есть, как вы помните, вы оставляли все ваши контактные данные. Попробуем сейчас дозвониться и прямо поздравить человека с тем, что он является обладателем главного приза. А это у нас 30 тысяч белорусских рублей. Алло. Константин Андреевич, здравствуйте. Я, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Георгий Колдун. Я вам звоню от лица компании «Беларусьнефть». У нас каждый месяц проводятся розыгрыши. И вот у нас есть такое правило. Мы звоним победителю. Вы являетесь победителем, обладателем главного приза. Вы выиграли 30 тысяч белорусских рублей. Вот вам комиссия сейчас поаплодирует рядышком. Это абсолютно серьезная информация. Не надо не сообщать нам сейчас мне ничего. Просто мы вас поздравляем. Если вы хоть чуть-чуть рады, можете нам это сообщить сейчас. Ну, это было бы замечательно. Вообще-то это правда. Это правда. Константин, мы вас еще раз поздравляем. Совсем скоро с вами свяжутся от лица компании «Беларусьнефть». Ну и как бы спасибо вам, компании «Беларусьнефть», что заправляетесь на заправках «Беларусьнефть». И вам огромное спасибо. Да. Хорошего дня вам. Всего хорошего. До свидания. И вам спасибо. Спасибо. Итак, обладателя главного приза мы определили. Теперь я возвращаю шары обратно в коробочку. Коробочка у нас видела не один розыгрыш. Поэтому коробочка у нас такая бывалая. Как, собственно, и барабан. Да и ведущий, собственно. Так, у нас снова пустой барабан. И мы теперь тем же способом определяем первого обладателя утешительного приза. Я напоминаю, у нас 300 сертификатов на сумму 50 беларусских рублей на приобретение товаров и услуг в сети АЗС «Беларусьнефть». Итак, у нас снова играет то же самое количество участников. То же самое количество номеров 754 и 440. Я снова должен поместить в барабан шары от 0 до 7. Барабан пуст. Вы помните. 0. 1. Сейчас найду 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В коробке остались 2 шара. Это у нас 8 и 9. Чтобы было как бы понятно. Комиссия неустанно следит за всеми этими действиями. И каждый раз, вот накануне розыгрыша, они проходят проверку у окулиста, чтобы не упустить ни единой детали во время розыгрыша. Тоже неплохо. Итак, первая цифра. Точка внизу. Цифра 6. 6. 6. Возвращаю шар обратно. Итак, мы сейчас, напоминаю, определяем обладателя. Первого обладателя. Отсушительного предел. Все шары. А все шары загрузили. А, точно. Вот молодцы все-таки. Видите, как бы вас не проведешь. Комиссия выполняет свою функцию, в отличие от ведущего, который периодически о чем-то думает параллельно. В барабане у нас находятся шары от 0 до 7. А так как у нас сейчас цифра, которую мы вытащили, она меньше, чем 7, это значит, что для определения следующих цифр в барабане каждый раз должны находиться шары от 0 до 9. Шары от 0 до 7 там находятся, как вы помните. И я даже вот это помню. 8. Хорошо. 9. А то бы все заново начали, если что. 9. Возвращаем. Точнее, не возвращаем, помещаю шар в барабанку. Коробка у нас пустая. Все 10 шаров находятся внутри. Следующий шар. 5. Повторяются действия несколько раз, но как бы иначе мы и не можем определить. Снова перемешиваю. Извлекаю шар. Это цифра 8. 8. 8. Забрасываю шар обратно. 6, 5, 8. Еще 3 цифры. Мы узнаем, кто у нас является обладателем первого утешительного приза, это сертификат. Ну и дальше автоматически мы поймем, кто у нас является обладателями 299 остальных сертификатов. 3. 3. 3. Возвращаю шар обратно. Так, 6, 5, 8, 3. 6, 5, 8, 3, 7. Ну и последняя цифра выигрышного номера. 6, 5, 8, 3, 7, 3, 7, 0. Первым победителем выигрыша в сертификат становится Буйневич Владислав Дмитриевич из Минска. Поздравляем. Поздравляем Владислава Дмитриевича из Минска. Ну, что я могу сказать. Мы знаем теперь имя и поздравили уже обладателя главного приза. Ну и, соответственно, так как мы знаем обладателя первого утешительного приза, соответственно, мы знаем и всех остальных 299 человек. Нехитрым математическим путем мы можем высчитать, кто у нас будет, кто у нас получит сертификаты. Прежде чем попрощаться, я хочу спросить у комиссии, можем ли считать розыгрыш состоявшимся, все ли в порядке. Замечаний нет, розыгрыш состоялся. Большое спасибо нашей комиссии, внимательной, как никогда. Вот, спасибо тем, кто сейчас смотрел и следил за нами в эфире. Ну и поздравляем тех, кто является обладателями хотя бы утешительного приза, ну и особенно того человека, который у нас получил главный приз, это 30 тысяч белорусских рублей. Заправляйтесь в сети Беларусьнефть и пускай вам повезет. А если даже не повезет, ну это жизнь, надо порадоваться за других и продолжать заправляться. Так что ж, теперь не заправляться, если не повезло, что ли? Никто ничего не теряет. Всем удачи, до встречи приблизительно через месяц. Пока.